Здравствуйте! Это программа «Спросим прямо!» Меня зовут Булат Сиденьшаев. В эту студию приходят люди, у которых есть что рассказать. У меня есть что у них спросить. Сегодня на мои вопросы будет отвечать Александр Измайлов, помощник координатора Бурятского регионального отделения партии ЛДПР по работе с молодежью. Александр, здравствуйте! Здравствуйте, Булат! Я вновь рад приветствовать вас в нашей студии. Я тоже рад. Как обстоят у вас дела на сегодняшний момент? Какие-то новые акции, может быть, придумывать? Что-то происходит внутри партии по работе с молодежью, имеется в виду? Да, разумеется. У нас партия сейчас и расширяется, и процветает. Сейчас мы активно готовимся к встрече Агитпоезда. Как бы, может, вы не в курсе, по стране едет Агитпоезд. То есть, ни одна партия в России такого не делает, а вот ЛДПР отправила. И он пройдет более 225 остановок по России, то есть, более 10 тысяч километров. То есть, от Москвы до самых окраин, что называется, да? Да, до Дальнего Востока и Камчатки. И приедет Бурятию он в начале апреля. Но он поедет по северу, получается, север Байкальск, Кичера, Нового Яна. То есть, охватит почти все, да? Цель Агитпоезда, какова его основная функция? Обращение с горожанами, с жителями Бурятии, ну, страны, то есть, я имею в виду. Просьбы, наказы какие, ну, то есть, если какие-нибудь, ну, мелкие обращения, их можно решить, ну, на месте. А такие крупные, более серьезные, лягут напрямую к Владимиру Львовичу Ржидиновскому на стол. Ну, для ЛДПР Бурятии это хорошее мощное оружие в преддверии больших выборов госдумовских, да? Это вам, как зачет будет хороший, да, скажем так, в вашу копилку? Ну, также там будет раздаваться атрибутика партийная, ну, подарки, концерты будут на этих остановках. То есть, партия ЛДПР везет с собой артистов еще, да, кого-то везет? Нет, артисты везде местные. А, везде артисты местные. То есть, на местах договариваетесь? Понятно, ясно. А вообще, помимо вот Агитпоезда, какие-то акции намерены проводить, большие акции? Ну, вот, допустим, я знаю, что сегодня, 18 марта, будет большой флешмоб, митинг, посвященный двухлетию, да, воссоединения Крыма с Россией. Как вы считаете, вообще вот это вот, скажем такое, массовое явление, да, как митинги, оно приветствуется? Оно вообще должно быть как волеизъявление, скажем так, народа? Ну, вообще, да, должно. Он не только митинг, он митинг-концерт. Потому что так же там песни, пляски. Ну, и тут же этот митинг, там, может так же высказаться любой житель, там, по всему поводу. Ну, это присоединение Крыма к России, уже двухлетняя годовщина получается, событие такое. Приветствуются митинги. Вот лично, как у гражданина России, хочу вас спросить, вы одобрили вот вхождение Крыма в состав Российской Федерации в свое время? Ну, как бы, на себе еще сильно не ощутил, ну, как бы... Ну, был вот этот дух патриотизма, когда первая волна вот эта вот была? Да, патриотизм был, что, как бы, Россия еще больше расширилась, ну, и забрала свое, можно сказать так. И, да, был, как бы, вначале был точно рад. Ну, сейчас, как бы, тоже сильно нету негатива. Ну, вы знаете, про негатив пусть будут говорить другие поколения, не мы, а будут уже... Многие жители жалуются, что, как бы, Крым сейчас живет лучше, чем Бурятия. Такое вот, слышал такое вот я. Я тоже неоднократно слышал, и вот, кстати, говоря о том, что Крым живет лучше, чем Бурятия, хочу... Давайте вернемся в нашу республику, да, Крым оставим чуть-чуть на потом, мы еще о нем поговорим. В нашей родной республике, в родной город Улан-Дэ возвращаемся. Общественный транспорт, кстати, вы пользуетесь им? Да, я ежедневно въезжу на общественном транспорте. Каким видом транспорта пользуетесь, маршрутка или вот трамвай? Ну, бывает, если от дома до работы, маршрутное такси, а так по городу, трамваем бывает даже, пользуюсь. Ну, то есть, 20 рублей для вас все-таки это не пустой звук? Ну, конечно, даже так же вот у меня в команде есть студенты тоже, они ездят в учебное заведение, они тоже говорят, типа, эти же 6 рублей туда-обратно, они могли бы там сэкономить, там, на еду куда-нибудь потратить. То есть, как бы, сказываются на жителях, на их, по их карману. Ну, как бы, я не хочу, конечно, как бы обидеть или, грубо сказать, маршрутчикам. Ну, у всех есть кредиты. Ну, это вопрос, скажем, как средство заработка, как средство выживания в условиях, особых экономических условиях, которые находятся в данном моменте страна. Ну, вот, как вам кажется, повышение прямо на 20 рублей, это серьезно ударило по кошельку? Или можно было все-таки постепенно поднимать, не так болезненно, чтобы это воспринималось? Ну, можно было постепенно, как бы, ну, сейчас уже, ну, 20 рублей их, как бы, это... Не вернешь обратно уже, ходу нет. Да, ну, это... Люди привыкнут сейчас, мне кажется. Конечно, будет много возгласов, окриков. Ну, понимаете, а что делать? Придется привыкать. Ну, да, придется, у нас народ такой терпеливый, привыкнут. Ну, вот, смотрите, хорошо, давайте от грустного немножко более веселому, да, скажем такому. Глава Республики Бурятия Вячеслав Владимирович Наговицын встречался с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. И вроде, как бы, они договорились о том, что и господин Наговицын пролоббировал вопрос о том, что давно он говорит, что о выравнивании энерготарифов с Иркутской областью. Мы все прекрасно знаем, что наши соседи платят там копейки, и у них и бизнес развивается, и все остальное, как бы, вот, а, казалось бы, рядом соседняя республика Бурятия, ну, просто через Байкал там переплыл, да, и, а тут уже космические цены абсолютно. И вот многие иркутяне, когда приезжают к нам, узнают про наш энерготариф, они думают, ребята, вы вообще на другой планете живете. Как вам кажется, вот этот вопрос своевременный, он пойдет на пользу сейчас, или это все-таки больше, скажем, такой популистский такой метод? Ну, вообще, я думаю, что, да, уравнивание тарифов с Иркутской области, это надо было давно уже сделать, но, по идее, мне сейчас кажется, это, ну, трудно, допустимым сейчас это уравнивание. Ну, возможно, как я слышал, это будет, чтобы развивать нашу, как бы, экономику, отрасль, это будет в отраслях разных строительных, в организациях, то есть, не для населения это будет, а для развития каких-либо отраслей. Ну, понятно, для промышленности, для малого и среднего бизнеса и так далее, чтобы, скажем, дать им возможность дышать легко. То есть, они вот не могут развиваться, как из-за того, что дорогая литра энергии. А мне кажется, для населения это не будет. А почему так вы думаете? Ну, если бы это было возможно, это сделать бы уже давно, как мне кажется. Ну, вы знаете, давайте поживем, увидим, но вдруг, возможно, все-таки... Не будем загадывать. Да, не будем загадывать, будет такой подарок для населения. Очень хотелось бы верить в это, что будет такой подарок. Вернемся к вашей работе непосредственно с молодежью. Да, впереди большие госдумовские выборы. Вы говорите, что ваша партия расширяется. За счет чего? Активно ведется работа с молодежью? Да, ведется. Либеральные демократические взгляды вырабатываются у молодежи? Ну, да. Ну, сейчас мы как бы более стали сотрудничать с разными учебными заведениями. Сейчас сотрудничаем с одним из волонтерских движений. И вот в ближайшее время хотим организовать как бы благотворительный флешмоб в поддержку пенсионеров тоже самое, инвалидов. Также проводим различные классные часы в учебных заведениях на разной тематике. Наркотики, алкоголизм, СПИД. Сейчас вот терроризм у меня будет тема. Терроризм буду рассказывать. Ну, и, конечно, к нам добавляются ребята, молодые, активные. Насколько благодарный слушатель. Восприятие информации как проходит? Хорошо, успешно? Да, конечно. Получается, они прослушают всю лекцию, потом вопросы, и уже там открывается, ну, открытый диалог происходит, уже вопрос-ответ. Их это все заинтересовывает, и приходит к нам в партию, вступает. Вот смотрите, многие молодежные объединения, да, при политических партиях, да, будет вот ваша партия, там, Единая Россия, КПРФ и так далее, да. Некоторые акции, ну, с моей точки зрения, дублируют друг друга, или очень похожи бывают, что называется, по одному сценарию написаны. Как вам кажется, кто у кого ворует идеи, или, в принципе, здесь о воровстве идей речи не идет? Если акция проводится, то она кому-то нужна? Я не считаю, что это воровство, это как бы... Это сейчас вот соцсети, интернеты, это сейчас везде, это все популярные. Так что посмотрелось, заинтересовалось, провело такое же аналогичное. Это, мне кажется, воровство. Ну, у всех похожие акции. Где-то что-то кто-то добавляет, кто-то убавляет. Хорошо, ну, вот, допустим, «Молодая гвардия» проведет акцию какую-нибудь, да, вас это заинтересовало. Вы сделаете аналогично такую же акцию, ну, или все-таки немножко под другим углом, с другим оттенком, но похожую акцию проведете, чтобы вот, как бы, скажем, не отставать от конкурентов? Наверное, что-нибудь свое добавлю еще, ну, как сказать, похожую акцию. Можно даже вместе какую-нибудь акцию привезти даже. То есть это не возбраняется у вас? Да, можем сотрудничать со всеми партиями. Ну, как тут приветствуется молодежное объединение. То есть старшие товарищи ваши не против того, чтобы вот молодежь, скажем так, общалась друг с другом, объединялась и проводили какие-то совместные мероприятия? Молодежная организация, как бы, общая первая цель – это развитие молодежи, помочь ей там в саморазвитии и дальнейших успехах. Ну, то есть, скажем, в принципе, даже если вы с коммунистами будете, ленинские идеалы вам будут не чужды, да, скажем так? Ну, как бы, не то, что ленинские идеалы. Просто у нас с коммунистами у нас был совместный митинг, это по поводу снижения тарифов на электричке, по-моему. Так что я ничего в этом плохого не вижу. Ну, то есть, союз во благо людей, он необходим? Необходим. Ясно. А вообще, в принципе, вот в районах работа как ведется? Понятно, что в городе молодежь, она достаточно активная, она такая мобильная, да, то есть, как бы, с ней можно и удобно работать. В районах немножко по-другому обстоят дела, да. Кто-то из районов уезжает молодые, да, перебирается в город, да. В районах молодежи, ну, остается, как бы, очень мало на самом деле. Там как работа ведется? На местах каким образом? Да, там, конечно, сейчас намного хуже в районах. Ну, мы, получается, в прошлом году, можно сказать, все лето ездили по районам. Также я общался со многими из молодежи, тоже они нам приветствуют нас. Ну, такие вот районы, как вот Бичужский район, Бургузинский район, Кабанский район, как бы, они вот такие более активные. По идее, да, мы на Леша там откроем та же... Свои представительства? Да, свои представительства. То есть, у нас есть уже там координаторы районно-региональные, и будем еще открывать ячейки молодежные. Ну, чтобы усилить, да, скажем так. А вообще, скажем, вот мы, вы когда с молодежью встречаетесь в районах, ну, вы им как-то советуете остаться у себя на малой родине, да, поднимать, развивать родное село? Ну, то есть, как-то вот, чтобы, ну, скажем, чтобы совсем-то село не оголилось? Не, ну, да, конечно, для начала это надо... Да, физическую работу, видите? Да, ну, начало, конечно, мы советуем выучиться. Это понятно, конечно, получить высшее образование, но, знаете, есть же заманчивое предложение остаться в Улан-Удэ, там, в другом регионе, как бы. Каким образом, как стимулировать, скажем, молодого человека вернуться, ну, вот, скажем, ну, предположим, в Хоринский район работать? В Хоринский. Вот, конечно, должна быть, как бы, правительственная программа будет, чтобы, ну, специалистов возвращать на родину, чтобы развивать. Ну, и мы тоже, как бы, ну, можем тоже помогать молодежи. Смотрите, хорошо. Вот вы достаточно много работаете с молодежью, да? Вот у вас все равно кое-какое, ну, опыт есть в работе, да, с молодежью. Есть. Вы говорите, что это должна быть какая-то правительственная программа. Ну, просто хочу у вас спросить, какого у представителя партии, да, там, привыкли, скажем, вот, кивать на Единую Россию, да, говорить, что вот партия власти и все, да, то есть она там, где-то у нее есть проколы, где-то какие-то недочеты, вот, и мы так, как бы, вроде бы, те, которые партия не у власти, мы придем и сделаем лучше. Ну, согласитесь, да, у каждой партии есть свои амбиции. Это очевидно. То есть, как и у любого человека есть такие амбиции. Что я хочу у вас спросить? В работе с молодежью вы говорите, что нужна вот правительственная программа определенная. Какую бы правительственную программу придумали бы вы, вот, лично вы, если бы вот стали во главе, скажем, правительства Республики Бурятия, там, не знаю, в руководящей должности в Республике Бурятия, не будем брать Российскую Федерацию? Ну, может быть, даже, можно сказать, аналогичную, там, добавил бы что-нибудь. Просто надо бы выполнять эту программу. Мне кажется, сейчас это не выполняется на 100%. То есть, вот, у меня есть вот знакомые в Кяхтинском районе. Туда вот приезжают, там есть больницу построили тоже недавно. Приезжают молодые эти специалисты. Врачи. Да, врачи. Которым дают миллион. Миллион им дают. И через некоторое время они опять туда уезжают. Конечно, потому что все, контракт закончился, они заработали свой миллион, и спокойно душу они уезжают. Это фактически, получается, деньги на ветер. То есть, ну, не деньги на ветер, но ты человеку просто заплатил за 5 лет, грубо говоря, да, и вот он получил свои деньги и спокойно уехал, спокойно душу. Ну, просто я был в этой деревне, как бы, ну, ладно, там, в больнице у них все развитое, там, аппаратура, все. Ну, ему надо еще, там, врачу какой-нибудь еще стимул надо. То есть, он видит, деревня распадается. То есть, надо там оращать поля. То есть, там, вот, был один человек, который вот это все держал, а то его не стало, и все, и поля все заброшены. Ну, это такой мощный контраст. То есть, вроде в больнице все нормально, все, аппаратура все есть, все замечательно, работать можно. А ты выходишь и попадаешь, грубо говоря, в Средневековье. То есть, из 21 века попадаешь в прошлое. Можно так сказать, да. А для того, чтобы был стимул, нужно развивать еще инфраструктуру рядом. Ну, вот, я просто не зря спрашивал, да, вот, про этот миллион, да. Но, вот, фактически, грубо говоря, мы получаем, что правительство покупает, так называемые, специалисты в себе, да. Вот, эти же деньги можно было бы осваивать на строительство инфраструктуры. По идее, да. Не, ну, тоже, как бы, этому специалисту надо же там обжиться, как-то обустроиться. Ну, смотрите, давайте сделаем такое, да. Вот, вот, пример. Вот, вы молодой специалист, вы врач. Вам предлагают ехать в район, предлагают 1 миллион рублей. Вы, естественно, поедете. Спустя 5 лет контракта, если не развивается село, вы подумываете, будете подумывать о отъезде оттуда, либо все-таки приложите какие-то усилия для того, чтобы остаться там и помогать развиваться району? Ну, конечно, можно было бы уехать в какое-нибудь более развитое село или что-нибудь такое сказать. Ну, по идее, да, надо было какие-нибудь приложить усилия, чтобы развивать его. Ну, как бы мне это, если бы я был врачом, мне бы, наверное, это было трудно. Надо в верхушки обращаться. Ну, для того, чтобы мотивировать, это нужно действительно по-другому выстраивать молодежную политику. Ну, вот, имеется в виду поддержку молодых, да. Сейчас, ну, от бюджетников перейдем к малому бизнесу. Просто хотел бы у вас спросить, есть ли у вас какие-то программы работы с молодыми бизнесменами, ну, чтобы вот привлекать к себе их, чем вы можете, что вы можете им предложить? Ну, понятно, что с бюджетной сферой вы работаете так и так, и с молодежью-то вроде работаете. А вот с молодыми бизнесменами, потому что молодые бизнесмены, ну, вот, прежде всего, они, открывая свой бизнес, они прикасаются с определенными трудностями. В первую очередь, бюрократию, которую в нашей стране, кстати, никто не отменял. Даже если у кого-нибудь молодого столица есть какая-нибудь программа своя или еще что-нибудь, проект, но он не может это сам реализоваться, мы, как бы, да, тоже можем, ну, предоставляем помощь. Также можем, ну, на местном уровне и в федеральном уровне также можем обратиться. И поможем развиваться в дальнейшем. Хорошо, вот на этой замечательной ноте, то, что вы поможете развиваться в дальнейшем, я бы хотел завершить нашу программу. Спасибо большое, что пришли. Спасибо. Я надеюсь, что... Что пригласили. Ваш агит-поезд прибудет вовремя по расписанию, и мы о нем еще узнаем и услышим. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok